Ровно за час до анонсированной сторонниками Навального акции про любовь, которую я называю операцией «Светлячок», бывший премьер-министр и бывший президент России, а ныне зампреда Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев выложил у себя в Инстаграме фотографию с заснеженными фонарями. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем на то воля ваша, поддержите мой труд, друзья. Я в этом нуждаюсь, ибо тружусь исключительно на добровольных началах и благодаря вашей поддержке без спонсора, без редактора и без цензора сам по себе. Вот. Дмитрию Анатольевичу Медведеву пришлось объясняться по поводу выкладывания фотографий фонарей. Он сообщил, что это в поддержку настоящей русской зимы сделано было, в поддержку греты и против парникового эффекта. Как интересно. Ранее, совсем недавно, буквально несколько там, некоторое время назад, знаменитый старина Билли Гейтс высказывался про угрозу парникового эффекта, который, он сказал, во много-много раз превосходит угрозу от вот этой вот так называемой пандемии. Я старательно обхожусь без комментариев и собственных оценочных суждений касательно этой темы, потому что помнится мне один страйк, когда меня на неделю лишили возможности выкладывать ролики и так далее, и было неприятно. Поэтому, друзья, заглядывайте в описании к этому и к другим моим видео, и там ссылка на резервный канал и ссылка на канал в ТикТоке, где я иногда публикую свои материалы. Зачем Дмитрий Анатольевич Медведев выложил фотографию заснеженных фонарей у себя в Инстаграме ровно в 19.00 вчера, за час до мероприятия, анонсированного сторонниками Навального. Мероприятие прошло по всей России. Я видел фотографии достойных людей, которые зажигали огоньки, и вот показывали, выкладывая эти фото, показывали, что они не боятся. Восемь человек были задержаны по всей России. Среди задержанных нет зампреда Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева. Зачем Медведев выложил эти фотографии в борьбе с парниковым эффектом? Что ж, друзья, можно только догадываться, да, я скажу сразу, что такие персоны на таких постах просто так у себя в Инстаграме ничего не выкладывают. Это только на уровне Маргариты Симоньян позволительно, а вот такие люди выше рангом выкладывают. Кроме того, то, что Дмитрий Анатольевич Медведев воспользовался Инстаграмом, говорит о том, что у него есть смартфон, он им активно пользуется, и это говорит в пользу того, что Владимир Владимирович Путин, или кто там с ним, безусловно, также пользуется смартфоном. Простите меня, я грязно выругался только что. Вот, что ж, друзья, зачем Дмитрий Анатольевич Медведев выложил эту фотографию? Знаете, это штрихи, штрихи будущего. Грани будущего уже ослепляют нас своими лучами. На мой взгляд, речь идёт о том самом транзите власти, о котором всего полгода-год назад так громко кричало большинство блогеров. Сейчас же многие из этих блогеров молчат, или, оказавшись в середине транзита, попросту страшатся молвить слово. Ну, что ж, я же скажу, потому что надоела мне эта ложь, паутина лжи. Знаете, повелитель лжи настоящий – это антихрист, князь лжи, мастер лжи. Вот, и как же мне это всё надоело. Это ложь, эти полунамёки, недосказанность. Не стоит забывать и то, что значительное число эрафистанских элит уже давно ни в какую не поддерживают ни Путина, никого. Никого они, кроме своих кошельков, своих амбаров с деньгами и со слитками золотыми, не поддерживают. Вот, и всё. Такие вот дела. Что ж, ещё раз подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. Пишите комментарии, поддержите мой труд. Я в этом нуждаюсь. Распространяйте мои видео, друзья, и заглядывайте в мои ранние ролики. Так вышло, что большинство из них предсказали будущее, которое случается с нами прямо сейчас. Вот. Такие вот дела, друзья. Транзит идёт. Мы в середине. Идёт он с пробуксовками. Потому что несколько отстающими от времени оказались те, кто всё это осуществляет. И ещё, ещё, и ещё раз всё происходящее показывает мне, что мы колонизированы. Нет никакого суверенитета у Айрофистана. Что ж, я буду раз в неделю или два раза в неделю, или по вашему желанию чаще делать переводы иностранных статей, так же, как вот та, что выложена в длинном предыдущем ролике. Это такой серьёзный труд, друзья. Но необходимо осматривать все средства массовой информации. К слову, прошу обратить внимание на предыдущую статью. Я её не просто так методом тыка выбрал. Это свежайшая, серьёзнейшая статья, которую сейчас только ещё анализируют журналисты в ведущих Айрофистанских СМИ. Это статья, анализ фейковых новостей, фальшивых новостей, анализ лжи в СМИ и откуда ноги растут, собственно. Что ж, доброго нам всем денёчка, друзья, и помогай нам всем Бог. Дмитрий Анатольевич Медведев вывесил фонари за час до начала акции. Что это? Он хочет быть впереди планеты всей? Или он живёт в другом часовом поясе? Или он вместе со стариной Билли Гейтсом борется против грядущего парникового эффекта? Доброго денёчка! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Редактор субтитров Медведев Корректор А. Куровн 3, exacerb